Что будет, если золото столкнется с бриллиантом? Правильно! Красивое и изящное колечко. Вот он, результат из вечного противостояния. Магия утра в золотых тонах. Кто не мечтает начинать день так же? Чтобы сиять еще ослепительней, золотой девушке нужно проделать серьезную работу. Далее выбрать наряд. Мне нужен самый золотой лук. Красивых вещей масса, но это маленькое блестящее платье идеально подчеркнет фигуру. Куда без аксессуаров. Золотые патчи для золотых кругов под глазами. Золотая сыворотка для магического сияния кожи. Золотая декоративная косметика, чтобы ослепить всех своей красотой. Да, да, быть чистым золотом непростой труд. Но Эрика справляется и, кстати, очень неплохо. Жизнь в бриллиантовых тонах ничем не хуже золотой. Утро алмазной леди начинается в окружении драгоценных кристаллов. Обожаю сверкающие камни. Что по нарядам? Это слишком серое. Это вообще платье из другой оперы. Может, юбка? Нет, тоже не то. А вот это уже интереснее. Вау! Это не платье, а настоящие алмазные рудники. То, что нужно. А как сидит? Просто блеск. Остался последний штрих. Сделать ослепительный мейк. Больше алмазного блеска на глаза и губы. И корону с шикарной инкрустацией. Готово! Shine bright like a diamond, детка. Сияет, дарит миру улыбку и любит собачек. А кто это тут такой славненький? А смотри, у меня для тебя есть подушечка. Сдержать улыбку нереально. Все лучшее четвероногому другу. Золотая леди – просто чудо. Фотоконкурентки на подстилке песика. Хитро! Она ведь такая милашка. Она даже не против, если песик сделает свои дела на фотографию. Все-таки конкуренция – страшная штука. Титул «Самый сияющий» может принадлежать только бриллианту. И кто решил, что золото ярче алмазов? Бриллиантовый дротик летит в самое яблочко. Надо сказать, у этих девушек много общего. Быть самой блестящей девушкой в колледже – еще не повод не ходить на уроки. Полли собирается на занятия возле своего сияющего шкафчика. Да, глиттер и дорогой алмазный блеск помогают настроиться на учебу. Приветики! Золотая соседка тут как тут. Настроение испорчено у обеих, но конкурентки не подают виду. Полли уходит на урок, а Эрика с головой погружается в золотую атмосферу своего шкафчика. Такая красота, глаз радуется, и настроение поднимается само собой. Ммм, золотой шоколад, мой любимый. Ну, бриллиантовая конкурентка, погоди. Блестящие девушки спешат на обед. Но нет, остался последний свободный столик. Он мой, но уж нет, я первая пришла. Похоже, сдаваться никто не собирается. Намечается примирительный ланч. Золотый бриллиант за одним столом. Такого в столовой еще не было. Но, похоже, дружбы не случится. Девушки слишком разные. Фу, это что, золотой слиток? А зубы сломать не боишься? Золотая не оставит алмазное замечание без ответа. А у самой-то что? Не нашлось ничего лучше МНДМСов? Это бриллиантовый МНДМС. Лимитед Эдишн. Ее алмазные дрожжи заливают цветом всю столовую. Хочешь? Хрустеть кристаллами? Ну уж нет, Эрика выше этого. И вообще, пора на урок. Ну, нет так нет. В жизни каждой девушки наступает момент, когда она приходит в тату-салон. Подчеркнуть свою индивидуальность. Отличная идея. Покажите мне самые блестящие тату. Но выбор эскизов как-то слабоват. А чего-то более сверкающего нет. О, картина с огромным бриллиантом. Да это же идеальное тату для меня. Решено. Делаем его. Пожелание клиента – закон. Мастер использует самые блестящие краски. Тату готово. И кто теперь самый яркий бриллиантик на свете? Хороший тату-мастер не сидит без работы. Золотая леди тоже решила как-то выделиться. Сделать выбор тяжело. Все эскизы какие-то простенькие, скромненькие и незаметные. Хм, а что если череп? Но не простой, а золотой. Странный выбор, но с клиентом не спорят. Блестящий череп готов. Эрика убегает счастливая. Но стоп, есть еще кое-что, что сделает этот мир еще лучше. А куда подевался череп? Только что был на столе. Мистика какая-то. Финальный тест – отличный шанс показать, кто здесь самое лучшее. Соперничать, так по-крупному, даже в учебе. Можно приступать к заданиям. Отмечать ответы ручкой, не слышали. Стразы, куда эффектнее. Кристаллы Сваровские у Поли и золотистые камешки у Эрики. Сдаем работы. Моменты истины уже близко. Кто станет лучшей в этом интеллектуальном состязании? Упс, что-то пошло не по плану. Нужно было закрепить стразы получше. Упс, камешки отпали от ответов. Сдать пустые тесты – это непростительно. Каждая получает по двойке. Эй, это же несправедливо. Мы же старались, вы же видели. Чтобы блестящие не возмущались, миссис Ю вручает им золотую и бриллиантовую двойки. Вау, какая красота. Ну теперь же другое дело. Эти блестящие девчонки, такие сороки. Студенческая вечеринка в разгаре. Любая вечеринка становится еще ярче, когда появляются они. Сверкающий бриллиант. И ослепительное золото. Все разговоры только об этой блестящей парочке. Мамочки, да это же они. Кстати, вы слышали, они могут превращать предметы в драгоценности. Популярность – тяжелое бремя. Но Эрике и Поле нравятся быть в центре внимания. Бриллиант превращает обычный стакан в хрустальный. И тусовка пищит от удовольствия. Теперь ход золота. И она превращает кувшин с соком в золотой шар. Да на этих девчонках можно миллионы заработать. Кто еще превратит обычные печенюшки в золотые слитки? А прыщи ботаника в россыпь настоящих бриллиантов. Упс, а с этим, кажется, промах вышел. Держи его. Забирай все брюлики. Соперницы поняли, что натворили. Этого парня чуть не разорвали на части. И все из-за нас. Может, хватит этих глупостей? Мир, дружба и добро всегда побеждают. Понравилась наша блестящая история? Кто из соперниц понравился тебе больше? Золото или бриллиант? Напиши нам об этом в комментарии. И обязательно ставь лайк этому видео. Подписывайся на наш канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше забавных скетчей на канале Трум Трум Вау.